Еще раз добрый день всем. Спасибо, что присоединились к нашей пресс-конференции. Сегодня говорим о том, что происходит с информационным пространством Беларуси прямо сейчас и какая судьба ждет независимые медиа. В Беларуси продолжаются масштабные репрессии в отношении независимой журналистики. До сих пор за решеткой находятся четыре представителя белорусского пресс-клуба. Основательница Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарпо, финансовый директор Сергей Ольшевский, оператор Петр Слуцкий. Также лишены свободы 15 представителей крупнейшего информационного портала страны Тутбай. На прошлой неделе власти закрыли корреспондентский пункт Еврорадио в Минске. Затем в редакциях национальных и региональных СМИ прошли массовые обыски, изъятие техники и новое задержание журналистов. Разгромлено еще одно крупное национальное медиа – «Наша Нива». Задержаны его редакторы, а главный редактор Егор Мартинович избит при задержании. И сегодня стало известно о новых обысках у журналистов и редакторов. Меня зовут Наталья Лентьевская, я представляю Бесклуб Беларуси и модерирую пресс-конференцию. Представлю наших спикеров. Олег Агеев, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Павел Свердлов, главный редактор Еврорадио. Настасья Ровде, директор издания «Наша Нива». Александра Пушкина, менеджер «Зеркало.io», проект команды «Тутбай». Ирина Новик, редактор специальных проектов Гродинского интернет-ресурса «Гродно.Лайб». Представитель ассоциации издателей региональной прессы. Павел Быковский, эксперт проекта «Медиа.АйКью». Сначала будут короткие выступления спикеров, затем сессия вопросов и ответов. А теперь передаю слово Олегу Агееву, заместителю председателя Белорусской ассоциации журналистов. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на данной пресс-конференции. К сожалению, поводы для ее проведения отнюдь не радостные. И если посмотреть на развитие событий в медиасекторе Белоруссии за последний период, то мониторинг Белорусской ассоциации журналистов показывает, что это тяжелейший год. Нет, с прошлого года и первая половина этого года. Это тяжелейший период за всю историю медиасектора Белоруссии. То, как развиваются события, свидетельствует, что белорусские власти целенаправленно пытаются подавить и заглушить голос независимых негосударственных медиа. И количество цифр, которые фиксирует мониторинг Белорусской ассоциации журналистов, он, мягко говоря, ужасает. Типичная очередная волна, которая накрыла белорусский медиасектор, волна репрессий, прошла по регионам, по городу Минску в конце прошлой недели. Если посмотреть, как развивались события, то средства государственной пропаганды распространили информацию о том, что ожидается зачистка террористических групп, что вскрыты террористические ячейки. И буквально через несколько дней мы видим реакцию властей, что кого считают этими террористическими ячейками. Так, только за два дня, за четверг и пятницу на прошлой неделе, 8 и 9 июля соответственно, в Беларуси было за два дня проведено 38 обысков. Было 7 задержаний и 4 человека до настоящего времени находятся под стражей. Так, как отмечала модератор Наталья, Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и Ольга Ракович, сотрудники нашей НИВы, до настоящего времени не находятся на свободе. Они, скорее всего, взяты под стражу. Хорошо, что освободили Виталия Скреля, Змитера Лупача и Игоря Казмитчака. 38 обысков прошли на территории практически всей Беларуси. Из 38, 6 обысков было в Минске, 6 обысков было в Витебской области, Витебск, Орши, Глыбокое. 13 обысков было в Брестской области, в Бресте, в Барановича, в Ганцевичах, в Лунинце. 2 обыска было в Могилевской области, оба в городе Бобруйске. И 12 обысков было в Гомельской области, все прошли в городе Гомеле. Обыски затронули как минимум 10 редакций независимых медиа. Это «Наша Нива», журнал «Наша история», «Онлайн Нербай», «Брестская газета», «Интэкспресс», «Ганцевишки час», «Информпрогулка», «Виртуальный Брест», «Орша.ю» и «Сильные новости». Вот такие действия властей только за два дня приводят к тому, что условия работы журналистов в негосударственном медиасекторе значительно ухудшаются. Если посмотреть ситуацию за весь год, то цифры впечатляют еще больше. Так, на сегодняшний день известно, что в Беларуси остаются в неволе 29 представителей медиа и журналистов. Две из них уже осуждены и отбывают наказание по приговору суда. Всего зафиксировано с начала года 87 задержаний журналистов. И 107 обысков. Зафиксировано 6 фактов применения насилия в отношении журналистов и нападения во время исполнения ими профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты отбывали административный арест. И 38 раз им назначался штраф. Общая сумма штрафа составляет примерно чуть больше 46 тысяч белорусских рублей. Это больше 20 тысяч евро на сегодняшний день. Проблема в том, что практически все обыски, которых было, напомню, 107 с начала года, сопровождаются изъятием оборудования, телефонов, смартфонов, компьютеров, ноутбуков, что значительно усложняет и делает невозможным выполнение профессиональных обязанностей. Хочется отметить, что в такой ситуации белорусские журналисты, журналисты негосударственных медиа, проявляют профессионализм, проявляют фактически самоотверженность, можно сказать. И по-прежнему практически все редакции, которые выходили до начала репрессий, они сохраняют в большей степени контент и продолжают выходить. Белорусская ассоциация журналистов совместно с правозащитными организациями практически всех задержанных журналистов признала политическими заключенными, журналистов и сотрудников медиасектора, и настаивает на их немедленном и беззаговорочном освобождении. И мы считаем это преследование политически мотивированным и сопряженным с реализацией права на свободу выражения мнения. И, соответственно, репрессии, которые направлены со стороны властей, мы считаем препятствием к реализации свободы выражения мнения. На этом, коллеги, у меня все. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Благодарю, Олег. Вы говорили, что вы с нами сегодня не очень долго, вы будете уходить. Да, я прошу прощения. Так совпал график, что в 11.30 у меня начинается следующая встреча. Я буду очень признателен, если ко мне вопросы есть, я буду готов на них ответить сейчас. Приношу извинения перед остальными спикерами. Если есть вопросы, я сейчас доступен для них и готов к ответам. Да, уважаемые слушатели, пожалуйста, коллеги, пишите свои вопросы в чат, а я передаю слово нашему следующему спикеру Павел Свердлов, главный редактор Еврорадио. Доброе утро всем. Спасибо Олегу Агееву за статистику. Она, конечно же, очень краснолечива. Но еще более краснолечивая вещь – это когда видишь, как твоего коллегу водят в наручниках с руками за спиной. Двое крепких парней. Ну и, на мой взгляд, эта картина, она теперь ярче всего символизирует то, что происходит с белорусской журналистикой. Как уже упомянула Наталья, корреспондентский пункт Еврорадио был закрыт на прошлой неделе. Мы работали в Беларуси официально с 2009 года, то есть почти 12 лет. И то, что власти пошли вот на такие крайние меры, то есть всякое было за это время. Были обыски, были задержания, но наш корреспондентский пункт работал. Как бы власти признавали наше право на то, чтобы заниматься журналистикой. Теперь это право больше не признается. И еще одна интересная деталь. Этот корреспондентский пункт был последним официальным представительством в Беларуси средства массовой информации, зарегистрированного в Евросоюзе. После того, как нас закрыли, здесь остались только Синьхуа из Китая и корпункты российских СМИ. Что также, на мой взгляд, является достаточно красноречивой иллюстрацией того, что происходит. Журналисты в Беларуси, они как бы искусственно разделены на два таких вот абсолютно неравных в правах лагеря. Есть государственный сектор, сотрудники гос. СМИ имеют абсолютно все права, пользуются сливами со стороны силовиков, проходят на суды без очереди и так далее, и так далее. Сотрудники негосударственных СМИ, они просто вытеснены на обочину профессии и вынуждены время от времени исполнять свои профессиональные обязанности. Ну вот, как бы реально из-за угла, как позже замечают в пропагандистских телеграм-каналах, но тем не менее, снимать видео, фиксировать все происходящее и доносить правду до тех, кому еще эта правда важна. Вот в таких неравных условиях мы здесь существуем. Что касается Еврорадио и Карпункта, то в настоящее время мы ищем возможности перевозить сотрудников из Минска в Варшаву и, к сожалению, покидаем намоленное помещение, в котором провели последние три года. Пользуясь случаем, хочу сделать объявление в нашей редакции «Живет кошка». Мы подобрали ее месяц назад и поселили у себя, потому что ну просто не смогли никому ее отдать. Если она теперь, как и мы все, должна покинуть эту уютную редакцию, должна искать себе новый дом. И если кто-то из журналистов, тех, кто остается в Беларуси, готов ее у себя приютить, то мы, конечно же, ее в хорошие руки готовы отдать. Ну вот, к сожалению, то, что называется белорусским режимом, оно не только к людям несправедливо, хотя мы перестали уже этому удивляться, конечно, но и к тем, кто сам о себе позаботиться не может, к домашним животным. Павел, спасибо. И сейчас слово Настасье Ровдо, директор издания «Наша Нива». Настасья, пожалуйста. Я бы, наверное, сказала даже жестче. Мне кажется, что действия последней власти говорят о том, что в Беларуси фактически введен запрет на профессию. Работать сейчас журналистом независимого издания внутри страны – это равноценно самоубийству. То есть ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью. Что делать в этой ситуации? Сложно, потому что, да, для нас было принципиально оставаться рядом со своим народом до последнего, и мы это делали. Но сейчас, в такой ситуации, когда четверо наших коллег за решеткой, это просто невозможно. И, конечно, мы думаем про вариант продолжать работу из-за границы, как бы нам не было прискорбанно об этом думать, потому что мы хотели быть в стране, жить в своей стране. И для нас это большая трагедия, что сегодня мы должны думать о том, как уехать из страны, а не о том, как вернуться туда поскорее. Поэтому еще касательно коллег, конечно, то, что я хочу в первую очередь отметить, это, да, уже прозвучало, что при задержании Билли Егора Мартиновича, главного редактора нашего издания, также мы уже получили информацию из Окрестина, где сейчас находятся наши коллеги, что наша бухгалтер Ольга Ракович находится в невыносимых условиях, ей очень холодно, она не может из-за холода спать, у нее обострились проблемы после недавно перенесенной в середине июня операции, и когда она попросила о помощи доктора, ей в этом отказали. Конечно, для нас в первую очередь сейчас важно это психологическое и физическое состояние наших коллег, и нас это очень сильно волнует, как они там, что с ними, потому что ясно, что наша правовая система иногда забывает о том, что такое закон и как должно быть по закону. И, конечно, сейчас команда в стрессе, часть людей остается в Беларуси, они не работают в данный момент, часть находится за границей, к счастью, на момент, когда к нам пришли, у нас были сотрудники за рубежом, которые смогли подхватить все задачи оперативно, заняться работой, мы немножко перегруппировались, сейчас мы работаем над возобновлением сайта, у нас сохранились все архивы, мы были готовы к этой ситуации, но, конечно, ты можешь готовиться ко всему, но никогда не будешь готов к тому, что именно произойдет, потому что удар в нашей стране может прилететь откуда его не ждали и со всех сторон, и поэтому ты каждый день на протяжении года живешь в стрессе и готовишься ко всему, абсолютно ко всему. Ты знаешь, что с тобой могут сделать что угодно, ты знаешь, что с редакцией могут сделать что угодно, ты не можешь быть уверен в том, что не пострадают наши сотрудники, репортеры, журналисты, фотографы, редакторы, бухгалтеры, кто угодно, потому что это может быть экономическая статья, а может быть не экономическая статья, и, как сейчас мы видим, наши коллеги сейчас проходят подозреваемые по части первой статьи 342, это совершенно не связано с журналистской деятельностью, потому что, если там почитать, как оно может быть связано, если только назвать редакцию группировкой, что очень странно и вообще невозможно, потому что журналистика – это не криминальная деятельность в мире, но в нашей стране это криминал. Спасибо, Анастасия. И сейчас уже есть к вам вопросы, но все-таки мы выслушаем всех спикерам, и потом будет сессия вопросов и ответов. Спасибо. И сейчас Ирина Новик, редактор специальных проектов Гродненского интернет-ресурса «Гродно-лайв». Ирина, пожалуйста, подключайтесь. Добрый день, коллеги. Наша медиа локальная, городская, и мы всегда рассматривали себя как людей, которые рассказывают о важных вещах для нашего города, для Гродно. Сегодня мы оказались самым экстремистским изданием в городе. Например, наш канал, Телеграм-канал, который является основным потоком распространения и дистрибьюции информации, 9 июля был признан экстремистским, и мы больше не можем им пользоваться. То есть вот большая часть наших подписчиков, которые оперативно получали информацию, больше ее получать не могут. Что касается, и мы не единственные, кого пытаются заглушить, отсекая канала дистрибуции. Говоря о региональной прессе, 10 обысков за последнюю неделю, о которых говорил Олег Агеев, фактически лишили Беларусь региональной прессы, потому что конфисковали технику, и коллеги просто не имеют возможности сверстать следующий номер своей газеты. То есть фактически вот эта неделя, которая началась, это неделя без независимых газет. Вот и все. И раньше еще моим коллегам, которые выходят на бумаги, отказали типографии, с которыми были заключены договоры. То есть типографии сказали дружно все, что им это невыгодно. И обращение в Мининформ, обращение в другие инстанции были отписками, что Министерство информации не решает такие вопросы, что это вопросы экономические между двумя субъектами и ничем помочь не могут. В то же время сами типографии никак не объяснили и никак не мотивировали. То есть просто отказ, они не хотят отпечатать. Сейчас после обысков люди не могут даже сверстать, чтобы обратиться куда-то за границу, например, чтобы напечатать свои газеты. То есть вот неделя без газет мы наблюдаем, на наших глазах происходит формирование информационного вакуума в Беларуси. Что касается работы нашей редакции, она у нас очень маленькая. У нас фактически в пределах 10 человек всегда была редакция, сейчас нас еще меньше. И двое из нас работают за границей. Первым уехал Руслан Кулевич после задержания административного ареста, когда ему сломали руки, когда он освещал протесты. И вот после задержания сейчас уехала я тоже после ареста. Пока коллеги остаются и пока издание продолжает выходить, они работают, но уже неделю, как они не могут жить дома, потому что и Настасья говорила, и Павел говорит, то, что все ждут, все живут в ожидании стука в дверь. Непонятно, можно ли пользоваться телефоном. Непонятно, где ты будешь сегодня ночевать, дождутся ли тебя твои родные. Но вот эта ситуация сохраняется. В такой ситуации сейчас работают мои коллеги. Также нужно отметить, нужно упомянуть, что давление на прессу происходит не только такое психологическое или, условно говоря, с точки зрения закона, происходит очень большое экономическое давление. То есть наши рекламодатели, которые работали с нами на протяжении многих лет, сейчас отказываются от договоров, отказываются от сотрудничества. Они просто боятся. И прямо так говорят, ребята, мы вас любим, держитесь, но работать с вами мы не будем, потому что нам страшно за себя. И такая ситуация просто полностью разрушает экономические модели существования СМИ. То есть сейчас, учитывая, что с одной стороны мы теряем доходы от рекламы, а с другой стороны на нас накладывают страшные экономические санкции в виде штрафов за что угодно. Вот Кродно Лайф уже заплатил два штрафа как юридическое лицо и два штрафа наши сотрудники как физические лица получили. То есть вот в таких условиях это ставит просто на грань юридического существования нашей издании. Ой, какой там котик прекрасный. Вот. Ну, котиков у нас нет, но мы вот сейчас подходящики. То есть мы не можем работать в офисе, потому что у нас в офисе уже был обыск и у наших соседей дважды были обыски. И там постоянно в дворике на Кирова видят сотрудников силовых структур. Мы не можем жить, мои коллеги не могут жить дома, потому что тоже опасаются за себя, за родных и за безопасность своего жилья. И вот в таких условиях мы пока продолжаем работать. Будет ли релокация, будем ли мы выходить из-за границы, каким будет Медиа Гродно Лайф через неделю, через месяц, через год, сегодня сказать трудно. Горизонт планирования у нас очень-очень близкий. Вот хорошо, если мы знаем, что будет на неделю вперед. Но все эти планы могут быть изменены вот прямо сегодня, прямо сейчас. Спасибо. Благодарю вас, Ирина. Да, Павел Свердлов, главпред «Ерорадио» сейчас показывает кота. Я так понимаю, это тот кот, который живет в редакции. Прекрасно. Костик нам что-нибудь скажет. Паша, мяукни нам. Коллеги, спасибо. И сейчас слово Александре Пушкиной, менеджеру проекта «Зеркало.io», команда Тутбайн. Александра, пожалуйста. Да, здравствуйте, коллеги. Честно говоря, сегодня чувствую какой-то опыт, что ли, в данной ситуации. И, честно говоря, наверное, без этого опыта всем нам было бы намного лучше. Два месяца уже практически наши коллеги находятся в заключении. 12 человек за решеткой, 3 человека на домашнем аресте. И ситуация пока кардинальным образом никак не поменялась. Они остаются там. Мы же занимаемся тем, что переписываемся с органами, пытаемся выстроить какую-то линию защиты. Однако подписка, а не разглашение наших адвокатов серьезно мешает нам что-то понимать, что происходит. И, конечно, наши действия корректируются каждый день. Еще месяц назад мы думали о том, что мы быстро запустим «Зеркало» и будем продолжать работу. Но 3 июня письмо от МВД с просьбой признать наши материалы экстремистскими поменяли серьезно наши планы. И, консультируясь с адвокатами, мы приняли решение, что будем разделяться. Как бы это сложно не было в этой ситуации, когда и так команда практически в 270 человек была разгромлена и находилась перед выбором, что делать дальше, как дальше быть. Мы остались без финансирования своего, потому как счета были «Тубай» заблокированы от «Тубай-медиа». И нам не было даже разрешено выплатить выходные пособия людям, которые приняли решение уходить из компании. Были разрешены выплаты полтора минимума прожиточных, но до сих пор они не были выплачены. И из-за этого была направлена жалоба в адрес СК. Поэтому месяц назад у нас была одна картина мира. После этого письма она серьезно изменилась. И было принято решение, что часть редакции хочет продолжить работу и публиковать материалы на полноценной площадке, потому как «Телеграм» и «Телеграф» серьезно ограничивают наши возможности. И мы приняли решение, что будем делать авторский проект, проект «Приемник» «Тубая» — это «Зеркало.io». Сейчас вся команда, которая занимается этим проектом, составляет порядка 30 человек. Все мы находимся за границей и не имеем юридического отношения к ООО «Тубай-медиа». И сделано это не потому, что мы так хотели или потому, что наши взгляды где-то разошлись, а потому, как, наверное, наша работа может как-то серьезно навредить в будущем нашим бывшим коллегам, тем, кто остается в Беларуси или тем, кто находится в заключении. Поэтому было принято именно такое решение. Все остальные, кто остается, они уже на данный момент ищут работу или нашли работу, хотя, честно говоря, сложно представиться, где же сейчас в Беларуси искать работу независимому журналисту, когда мы видим, что происходит каждый день. Поэтому мы сейчас здесь. В первую очередь мы думаем о том, как делать новости, как доставлять эти новости до аудитории в первую очередь в Беларуси. Сейчас, наверное, практически все работают уже из-под ВПН, а это серьезно ограничивает трафик. И все равно мы показываем, как обходить блокировку, использовать ВПН и читать новости, чтобы не было этого информационного вакуума. Читать нас в Телеграме и остальных социальных сетях. Я думаю, что этот путь — это путь, который будет выбираться большинством сейчас медиа, которые примут решение оставаться и делать свою работу. Конечно, есть еще серьезные преграды — это как получать информацию. Сейчас мы вынуждены из-за дела по экстремизму скрывать, кто же входит в состав новой редакции. И зеркало сейчас представляю я. Наверное, в обычной ситуации меня вы не должны были бы видеть на экране. Нас бы представляли либо главный редактор, либо SEO, которого на данный момент у нас даже нет. А так происходит вот так, и команду представляет человек, который, наверное, не должен этого делать. Но я надеюсь, что ситуация, когда 8 числа в редакции наших коллег начали приходить с обысками, и задержаниями, и зеркало именно в этот момент стартануло, что это могло хоть как-то поддержать, что невозможно сейчас нам заткнуть рот, что молчание все же яд. И мы будем продолжать свою работу, будем освещать события, которые сейчас происходят в Беларуси. У меня сейчас все. Если есть вопросы, то я рада буду на них ответить. Спасибо большое, Александра. Вопросы у нас уже есть, но мы еще передадим слово нашему спикеру Павлу Быковскому. Павел, пожалуйста, подключайтесь. Павел Быковский, медиаэксперт и эксперт проекта Media IQ. И после выступления Павла у нас будет сессия вопросов и ответов. Павел, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. На самом деле практически все сказано. Я могу только сказать, что я согласен, что под ударом находятся именно медиа, которые давали доступ к альтернативным источникам информации. И этот удар вполне продуманно делается. Можно отметить также, что действительно под ударом находится медиа-бизнес. И в этой истории медиа вытесняются за границу. И тогда будет проще, с одной стороны, маркировать, что это не белорусская и независимая медиа, что у него есть какие-то другие источники. Это одна история, а другая история, действительно, вот как коллеги отметили, проблема с доступом к информации в этой истории тоже имеет свое значение. У нас не было большого опыта работы медиа, которые частично признавались бы экстремистскими, как это произошло с телеграм-каналом Родна Лайб. Мы пока можем только догадываться, как будет развиваться эта ситуация. Есть примеры, когда целиком каналы признаются, то есть целиком медиа признается экстремистским. Здесь какая-то половинчатая мера, но я не думаю, что это должно как-то нас расслаблять. И очевидно, что цель нормализации ситуации, как ее видит белорусский правящий режим, заключается в том, чтобы не было голосов, которые будут рассказывать о происходящем стране, и эти голоса должны были исчезнуть перед каким-то важным политическим событием. Мы сейчас можем только догадать, речь идет о углублении интеграции, изменении конституции или чем-то еще другом. Спасибо. Спасибо, Павел. И сейчас мы переходим к вопросам и ответам. И первый вопрос, он общий. Коллеги, возможно, да, кто-то из вас будет готов на него ответить. Почему обыски и аресты произошли одновременно 8 и 9 июля? Почему именно в этот момент? Кто бы мог ответить? Ну, я могу попробовать ответить, если вы не против. Да, пожалуйста, Павел. Мне очень нравится теория военного аналитика Егора Лебедка о том, что был какой-то указ Александра Лукашенко неопубликованный. Ну, то есть у нас Лукашенко издает указы, и некоторая часть из них не публикуется, не появляется в публичном доступе. И вот на этот указ, в частности, ссылался представитель КГБ, когда объяснял действия силовиков. После этого упоминания об этом указе из государственных СМИ и других каналов, которые им доступны, были вычищены. Ну, как минимум из некоторых. Поэтому я думаю, что был указ, возможно, мы не знаем его содержание, но, возможно, сформулированный как-то абстрактно. Примите контрсанкции, прижмите медиа, прижмите всех, кто имеет отношение к Западу. Как-то так там, возможно, было написано. Ну и, соответственно, дальше местные органы власти исполнили этот указ так, как они видели ситуацию. И продолжают, судя по всему, судя по тем обыскам, которые проходят в Бресте и в Гомеле, исполнять. Но это только лишь версия, и как оно было на самом деле. Вообще искать логику в действиях белорусских силовиков не приходится, не претендуя на истинность того, что я сейчас рассказал. Спасибо, Павел. И еще комментарий у Павла Быковского. Пожалуйста. Я не отрицаю того, что, возможно, речь действительно в указе, но мне кажется, что просто пришла очередь, поскольку это уже не первая волна преследования медиа, и они были сделаны как-то в мае прошлого года, еще до начала, собственно, серьезной электральной кампании, были задержаны видеоблогеры многие, включая Сергей Тихановский. После этого мы видели, как решили аккредитации белорусских журналистов, решили аккредитации иностранных журналистов, работающих в Беларуси, потом мы видели дело Тутбая, потом мы видели вот эти вот обыски, они просто идут по какой-то определенной схеме, где есть первоочередные меры, вторичные меры, и это такое бюрократическое решение. Вполне возможно, что там действительно есть требование разобраться с радикалами, которое подстегнуло, в том числе, обыск именно 8-9 числа, но обыски идут и сегодня. Благодарю вас, Павел. Такой уточняющий вопрос. Павел Свердлов сказал, что в Беларуси остались практически только корреспондентские пункты китайского информационного агентства и российских СМИ. А как в Беларуси работают такие организации, как Reuters, Associated Press, Bloomberg или BBC? Я точно не знаю, как работают именно перечисленные СМИ, но есть еще также такой механизм, как аккредитация журналистов. То есть МИД Беларуси может аккредитовать Корпункт, а может аккредитовать отдельного журналиста. И, насколько мне известно, у некоторых западных СМИ есть аккредитованные в Беларуси журналисты. Это, возможно, корреспонденты их московских бюро, возможно, кто-то приезжает специально для того, чтобы работать в Беларуси. Вот так они и работают. Здесь есть, как бы это сказать, подводные камни. 2 октября, насколько я помню, аккредитации лишились в одночасье все иностранные журналисты, которые работали в Беларуси. МИД объяснил это техническим моментом. Мы, сказал МИД, изменили положение об аккредитации и должны теперь провести переаккредитацию иностранных журналистов в соответствии с новым положением. Ну вот с тех пор в министерстве лежат заявки на аккредитацию корреспондентов Еврорадио, ответа на которые мы до сих пор не получили. МИД отдает предпочтение при аккредитации журналистам, гражданам тех стран, СМИ, которых они представляют. Они заявляли об этом в открытую. Ну и поскольку на Еврорадио всегда работали граждане Беларуси, вообще это СМИ только технически польское. Мы всегда считали себя белорусским СМИ и были созданы для работы в Беларуси. То вот в соответствии с этим принципом аккредитовывать только иностранцев, ни одной заявки нашей до сих пор не принято. Павел, спасибо. И еще буквально небольшой вопрос к вам. До какого числа Еврорадио необходимо закрыть свой коррпункт и покинуть помещение? Ну, наш коррпункт уже закрыт. Это произошло в тот день, когда был опубликован указ. 6 июля этот указ вступал в силу со дня его опубликования. Просто есть технический момент, что юрлицо, то представительство, которое у нас есть, оно вот так вот по щелчку пальцев не закрывается. Ну и вот этот процесс, он, это абсолютно административный, формальный тоже технический процесс. Он продолжается. Ну и вот только потому нельзя пока что сказать, что вот Еврорадио ушло из Беларуси окончательно. Ну и, конечно же, потому что многие сотрудники до сих пор остаются здесь. Да, вот. Но когда все эти юридические формальности будут закончены, а это произойдет в каком-то скором времени, все, вот тогда все. Совсем все, да. Надеемся, все-таки до этого не дойдет. Ну, дойдет, потому что процесс уже запущен. То есть не для того, а коррпункт ликвидировали, чтобы до этого не дошло. Вот. Может, я надеюсь, мы когда-нибудь снова получим аккредитацию и будем работать. Но для этого те пресловутые перемены, о которых все вокруг говорят, все-таки, судя по всему, должны произойти. Спасибо, Павел, за ваш комментарий. И сейчас мой вопрос, не мой вопрос, а вопрос из чата. Директору издания «Наша Нива» Анастасии Робда. Частично, Анастасия, вы уже отвечали на этот вопрос, но, тем не менее, я все-таки повторю, возможно, вы что-то более подробно прокомментируете. Планирует ли редакция релацировать сотрудников, чтобы продолжать выход издания? Да, я чуть-чуть подробнее расскажу. Я считаю, что в сегодняшней ситуации люди должны иметь выбор. Потому что те условия, которые мы предлагали раньше, они становятся в один день абсолютно неактуальными. И когда ты соглашаешься, например, ехать работать в «Нашу Ниву» за границу, то это уже, конечно, ты уезжаешь ни на день, ни на два, а, наверное, надолго. И, конечно, ты полностью меняешь свою жизнь. И не все этого хотели, вообще никто этого не хотел, если быть честным. Мы все хотели быть в Беларуси. Поэтому сейчас ты не только принимаешь выбор продолжать быть со своим любимым изданием, а также хочешь ли ты менять всю свою жизнь. Поэтому, мне кажется, очень правильно, что мы даем нашим сотрудникам время вообще подумать, как они хотят жить дальше, чем они хотят заниматься. Потому что ясно, что быть журналистом – это уже сейчас, как такое, не знаю, быть военным таким в определенном смысле. То есть ты идешь на определенные риски, ты во многом себя ограничиваешь. И, опять же, выезжая за границу, ты не знаешь, когда ты вернешься домой. Поэтому мы пока в раздумьях. Внутри Беларуси, я повторюсь, сейчас работа остановлена в целях безопасности. Люди думают и принимают решения. Наша задача сейчас – создать все условия для того, чтобы редакция в каком-то новом формате возродилась уже не в Беларуси. Спасибо, Настасья. Следующий вопрос, он общий. Как сейчас в Беларуси работают такие ресурсы, которые не занимаются прямым освещением политических тем? Представитель Белорусской ассоциации журналистов сказал, что обыски затронули такие редакции, как онлайнер Бай или виртуальный Брест. Насколько, по мнению экспертов, следует ожидать их закрытия, зачистки? Коллеги, кто бы мог прокомментировать? Павел Буковский, пожалуйста. На самом деле, здесь мы не можем дать ответа, было ли обыски связаны конкретно с работой именно издания, например, онлайнера, или с работой конкретного журналиста, что тоже возможно. Поэтому такого готового ответа в отношении изданий, которые менее вовлечены в освещение общественно-политической ситуации, на самом деле не существует. Но есть несколько общих правил. Первое правило касается разницы между Минсками и регионами. В регионах спецслужбы гдят больше, чем в Минске. Минск всегда был относительно более свободен в этих вещах. Второй момент. Почти всегда есть возможность вот в такой вот мутной ситуации выслужиться и доказать, что моя работа очень нужна. Я говорю со стороны представителей правоохранительных органов, и они могут в ситуации, когда не до законов, найти дело для тех людей, которые даже не имеют отношения к общественно-политической журналистике. Но в целом, если смотреть, то коммерческие издания, которые не освещают общественно-политическую ситуацию или даже ее освещают, но освещают в меньшей степени или дают много возможности высказаться властям, остаются на плаву, и к ним пока никто не пришел. Я думаю, что все будет решаться в том числе и связями редакторов, потому что у нас была достаточно долгая история про удивительную Брестскую область, в которой сохранились печатные издания, в то время, когда во всей остальной Беларуси печатные издания независимые закрывались. Вот сейчас уже Брестская область не является таким исключением, но я просто к тому, что срабатывают целый комплекс факторов, и в некоторых случаях могут быть оазисы, где сохраняется независимая медиа. Спасибо, Павел. Коллеги, есть ли еще у кого-то какие-то комментарии на этот вопрос? Тогда я задам следующий. Если независимые СМИ переедут за рубеж, останутся ли у них в сеть своих корреспондентов, и с чем этим корреспондентам придется столкнуться, хотя бы в теории? Надо ли им будет скрывать свои личности? И будут ли использоваться материалы блогеров? Кто бы мог ответить? Настася? Хорошо, давайте я. Дело в том, что работать внутри Беларуси небезопасно. Почему? Потому что, когда ты звонишь герою, ты представляешься, ты не можешь сказать, знаете, я журналист, не скажу, какого издания, не скажу, как меня зовут, но давайте мы сейчас с вами поговорим, а потом вы сами увидите на каком-то издании, что-то выйдет. Так не бывает. Ты звонишь герою, ты представляешься, кто ты, откуда и о чем ты хочешь с ним поговорить. Соответственно, ты сразу выдаешь себя, свое издание, и что ты находишься внутри страны. Соответственно, любой из героев, с которым ты общаешься, когда к нему придет следователь и спросит, а с кем вы говорили, и еще хорошенько на него надавит или чем-то будет угрожать, то человек скажет, с кем он говорил, и после этого к журналисту придут, потому что он работает на зарубежной СМИ, у которого нет аккредитации, или которая еще хуже, экстремистская. Поэтому, естественно, работа внутри страны, она практически становится невозможной. То есть это какая-то совсем анонимная работа, где ты выполняешь функции скрытые, которые вообще человеку не видны, пользователю, или вообще человеку со стороны. А если ты работаешь условно лицом, то, конечно, будь готов к тому, что завтра к тебе придут. Спасибо, Анастасия. Павел, я видела, вы включали микрофон, вы хотели что-то сказать? Да, но есть тоже разница. Если человек работает на иностранной СМИ, он вынужден будет столкнуться с одной статьей административного кодекса. Если человек работает на белорусской СМИ, он вроде бы ничего не нарушает, но, как мы видим из практики, и административные, и уголовные статьи против журналистов для белорусских властей – это обычное дело. Они как бы освоили вот этот репрессивный механизм, да, и, безусловно, тем журналистам, которые окажутся на виду, будут в каких-то публичных местах освещать события, им придется с этим столкнуться. Тут иллюзий никаких ни у кого нет. Ну и главное, с чем придется столкнуться, вот мне как редактор, например, это с тем, что вероятность того, что журналист вернется откуда-то из поля – это 50 на 50. Как встретить динозавра или нет, да, или вернется, или не вернется. Вот, собственно говоря, опять же, те условия, в которых придется этим людям работать. Ну и в которых работают, в принципе, те, кто остается в Белоруссии вот еще пока что. Благодарю вас, Павел. И Павел Быковский, я видела у вас включенный микрофон. Я, кроме того, что сказали коллеги, еще обратил бы внимание на то, что будет косвенная вещь – снижение стандартов качества журналистики, связанное с работой с источником информации. Невозможно перепроверить будет информацию, напрямую задав вопрос представителям государства. Это будет, как в истории работающих в таком формате Белсата, там, допустим, радиорация. Им будет очень сложно получать такого рода информацию. Они будут ее брать только из гос.СМИ, а это уже контролируемое распространение информации. Кроме того, вот уже Настасья Роуда упоминала, что невозможно не представиться. Я помню период, когда еще пытались представляться не тем, кто ты есть. Это тоже подрывает доверие к журналисту и прочее, прочее. Я думаю, что через это мы сейчас опять пройдем, потому что будет вырабатываться формула, в которой журналист сможет общаться. И хотя редакция, наверное, не будет советовать, чтобы журналист представлялся кем-то другим, но такие журналисты, наверное, найдутся. Ну и в вопросе было про контент, создаваемый пользователями. Его используют редакции уже в 2020 году очень активно. Уже есть люди, которые занимаются организацией воронки, чтобы этот контент поступал в редакцию, проверкой этой информации, ее обработкой. Это уже отдельная профессия, и она, скорее всего, белорусская журналистика будет потом обучать иностранных журналистов, каким образом этим заниматься. Потому что очень быстро и очень много пришлось сделать за короткое время. И пока очень сильных проколов, которые выходили бы из UGC, я не видел. Спасибо, Павел. И такой, он более широкий, но я все-таки его сокращу, потому что у нас, к сожалению, время уже поджимает. Как вы думаете, это вопрос ко всем, как вы думаете, насколько велика вероятность того, что власти заблокируют социальные сети и мессенджеры в Беларуси? И как вы, редакции, планируете охватить свою аудиторию контентом, если это произойдет? Мне кажется, можно я отвечу, да, что если бы это могло произойти, оно бы уже произошло. Но, как мы видели, были очень большие попытки, но в итоге ничего не получилось. И будем надеяться, что с учетом последних санкций просто не будет технической возможности это сделать. Немножко. Я могу? Да, пожалуйста. То есть, ну вот у нас телеграм-канал признали экстремистским, и мы на нем больше не выходим. Последнее наше сообщение было о том, что мы создали новый канал, и мы приглашаем своих подписчиков перейти туда. Понятно, что в первые дни у нас была просадка по просмотрам материалов, но сейчас канал растет и набирает подписчиков. Я надеюсь, что хотя бы три четверти людей вернутся. То есть нам просто придется пересоздавать вот эти свои каналы, переприглашать своих читателей, потому что закрыть полностью технические соцсети в Беларуси, ну, мне кажется, это невозможно просто в принципе. Это добавило нам работы, вот и все. Спасибо, Ирина, за ваш комментарий. Следующий общий вопрос. Есть ли понимание у публики, у простых людей, что происходит сейчас с белорусскими СМИ? Есть ли у вас их поддержка? И что, по вашему мнению, они думают об общей ситуации в стране? Александра, я могла бы, наверное, сказать, так как мы уже практически два месяца смотрим на то, как нас поддерживали и поддерживают до сих пор. И если говорить о пул читателей Тутбай, то по просмотрам на зеркало Айо в первый день мы видим, что значительная часть действительно последовала за предложенным новым медиа от бывшей редакции Тутбай. А это значит, что они понимают, что происходит и понимают, что приходится вместе с нами менять, наверное, какую-то свою привычную линию поведения, куда-то переходить, следить за нами уже в новых местах. И, к сожалению, как и мы стали в неудобное положение, где нам нужно искать новые пути, так и им приходится искать нас по этим новым путям. Выстраиваются эти новые отношения, поэтому мы видим, что большая часть нашей аудитории, она с нами, но Тутбай, он всегда был, он показывал ситуацию, как она есть. И я не могу сказать, что это однонаправленная какая-то аудитория, и мы надеемся сохранить всю, честно говоря, чтобы все, кому просто интересно получать факты, они могли их получать у нас на портале. Но я уверена, что некоторая недоинформированность, она будет происходить и увеличиваться, это число людей, потому как сейчас путь доступа к медиа независимым, он усложнился. Если мы говорим про старшее поколение, которое даже после блокировки соцсетей в августе 2020, после блокировки многих уже медиа в ноябре и в декабре, если они не устанавливали VPN, то сейчас они и не установили его до сих пор. И возможно, это уже зависит скорее от их родных и близких, чтобы они все-таки нашли этот путь. Также они не пользовались там соцсетями в должной мере, потому что мы видели разницу, там 3 миллиона охвата, более 3 миллионов охвата Тутбай портала в путний день. И там у нас 500, более 500 тысяч подписчиков в Телеграме в том же. Понятно, что это большая разница, кто следит за соцсетями и кто следит за веб-версией или смарт-версией Тутбай. Сейчас с зеркалом тоже надо выстраивать какое-то новое позиционирование и находить свою аудиторию. Я думаю, что так в принципе сейчас будет происходить с многими медиа, что какая-то часть аудитории будет доходить спустя какое-то время, если не останется больше никаких выходов на получение информации. Благодарю, Александра. Коллеги, кто-то еще хотел бы что-то добавить по этому вопросу? Нет? Тогда следующий вопрос из чата. А есть ли смысл вообще общаться с журналистами из государственных СМИ? И общается ли кто-то сейчас с ними из независимой прессы? Вообще, я могу сказать пару слов, да? А, Ирина, пожалуйста. Нет, мне просто вот на днях рассказали историю о том, как один из журналистов СБ Беларусь сегодня в прошлом августе очень боялся, что его и забьют на улице. Ну, хотя, на мой взгляд, не было к этому предпосылок, да? Вот. То есть у них тоже травма, только другая, да? Они поняли, что за их работу мало кто им скажет спасибо в этой стране. Вот. Ну и, соответственно, за последнее довольно длительное количество времени, там ни в Фейсбуке, ни где-то в других соцсетях, ни просто на улице. Я, например, не встречался со своими знакомыми, не пересекался из государственных СМИ, хотя у меня их, в принципе, полно. Вот. После журфака, после, там, 20 лет в журналистике, конечно же, они есть. Вот. То есть все-таки это два лагеря, которые прекратили взаимодействовать друг с другом. Ну и вот могу задать, в общем-то, встречный вопрос, о чем, как бы, сейчас можно с ними общаться. Те журналисты ГосСМИ, которые считали нужным уйти, они уже ушли. Те, которые считали нужным остаться, они уже остались. То есть выбор все сделали. То же самое, в принципе, и с независимыми. Те, кто посчитал издержки профессии слишком серьезными, да, те тоже ушли из журналистики. Я, правда, таких не знаю, но, наверное, наверняка кто-то есть, да. Все остальные делают сложный выбор между тем, чтобы оставаться здесь в опасности и уезжать. То есть, ну, все, каждый, каждый сектор, он живет своей жизнью. Пересекаемся мы только тогда, когда пропагандисты берут наши посты из соцсетей и каким-то образом комментируют их. Или мы обращаем внимание на какие-то их высказывания и разносим их пропаганду в щепки. Вот, может быть, только так. Спасибо, Павел. Ирина Новик, вы хотели что-то еще добавить? Ну, собственно, Павел хорошо сказал. Главный вопрос, а зачем? У нас просто исчезли точки соприкосновения и какие-то даже технические возможности встречаться с госжурналистами. То есть, если раньше теоретически это могли быть какие-то пресс-конференции, какие-то мероприятия для журналистов всех, то сейчас даже вот этих возможностей у нас нет. И просто это два мира, два разных мира. Это абсолютно не пересекающиеся множество. Павел замечательно сказал, так и есть. Да, Наталья, я добавлю еще одну важную вещь. Раньше у нас был пресс-клуб, где мы могли встретиться с журналистами государственных СМИ. На этой площадке мы действительно встречались. Пресс-клуб как такая офлайн? Я имел в виду пресс-клуб как организацию, а не как просто собрание журналистов. Теперь пресс-клуб разгромлен, и вот этого нетворкинга, соответственно, стало гораздо меньше еще тогда, еще осенью. И какие сигналы, в принципе, нам посылает государство, что этот нетворкинг абсолютно не нужен? Я понимаю, потому что, конечно же, разговаривая между собой, журналисты могут в чем-то друг друга переубедить. Ну и мне просто довольно представить, кто в чем кого переубедит, если встретятся журналисты негосударственного и государственного СМИ. Потому что, мне кажется, что довольно очевидно, что происходит в Беларуси сейчас. Возможно, конечно, это плохо, что таких встреч не проходит, что мы перестали взаимодействовать, воздействовать друг на друга. Но вот такая ситуация. Можно я еще пару слов буквально? Да-да-да. Дело еще в том, как нас рассматривают очень многих с той стороны, то есть со стороны ГосСМИ, со стороны госвласти. Например, вот наше издание Гродно Лайф – это интернет-ресурс, который не зарегистрирован в Мининформе. И очень многие онлайн-издания имеют точно такой же статус. По закону о СМИ мы, как граждане Республики Беларусь, имеем право собирать информацию, обрабатывать ее, публиковать. То есть мы отвечаем за ее достоверность, мы имеем право брать комментарии у чиновников просто как граждане. То есть мы формально не журналисты. И когда вот, ну и раньше, в общем-то, это принимали во внимание, нас приглашали на пресс-конференции, нам сквозь зубы, но отвечали госчиновники, мы могли брать интервью без особых проблем. То сейчас вот после августа, а сейчас особенно, нас называют «лица, выдающие себя за журналистов». То есть нас расчеловечивают просто в этом информационном пространстве. То есть вот «лица, выдающие себя за журналистов» уже звучит как-то очень близко на какие-то группировки, на какие-то экстремистские загадки и так далее. И коллеги, которых там иногда встречала еще недавно в городе, они просто, ну, стараются не встречаться взглядами даже, не контактировать с лицами, которые выдают себя за журналистов. Спасибо, Ирина. И коллеги, да, к сожалению, время совсем заканчивается, потому такой общий вопрос ко всем завершающий. Что независимые медиа могут вместе сделать в этой ситуации? Какой может быть план выживания? Александра, пожалуйста. Вряд ли я скажу, наверное, какой-то универсальный план, но, в принципе, принять, наверное, для себя решение, готовы ли в таких обстоятельствах продолжать. Судя по тому, что сегодня все коллеги говорили, то все планируют продолжать, и варианты находятся, они сложные. Возможно, это не так удобно, как было раньше, и в каких-то вопросах уже может не хватать экспертизы. Потому как, если говорить о перемещении, о релокейте, то это даже другое законодательство может быть где-то. Это непривычный формат работы с рекламодателями, потому что в том числе рискуют приходить на страницы порталов, а тем самым это не позволяет зарабатывать легальным образом редакциям. Поэтому, конечно, нам всем придется столкнуться с новыми вызовами. Но то, что продолжать работать для Беларуси в информационном пространстве нужно, мне кажется, это факт. И делать все, чтобы не возникло информационного блока, и чтобы в повестке звучали имена наших политических заключенных, наших коллег в том числе. То есть мы должны продолжать работу, и поэтому, может быть, мы должны делать какие-то летучки, встречи онлайн друг с другом, чтобы делиться опытом и теми вариантами, которые мы уже нашли, или задачами, которые нам необходимо решить. И, может быть, решение вместе нам дастся проще. Спасибо, Александра. Павел, Настасья, я видела, вы включали микрофоны. Давайте я пару слов скажу. Мне очень нравится мысль другого аналитика Сергея Чалова о том, что нужно во что бы то ни стало сохранить себя. Ну а дальше каждый уже в меру своего инстинкта самосохранения и своих обстоятельств решает эту задачу. Кто-то уезжает, кто-то остается, кто-то рискует, кто-то не рискует. Понятно, что это все нормально, и все решения, которые привели к каким-то позитивным ситуациям, правильные. Ну и сохраняя себя, конечно, нельзя прекращать делать то, чем мы занимаемся. Журналистика, мне кажется, за последний год все поняли, что это миссия, это не просто какая-то рядовая работа. Вот, поэтому мы уже теперь себе тоже не вполне хозяева, на мой взгляд. Мы служим обществу, народу и останавливаться просто не имеем никакого морального права. Благодарю, Павел. Настасья, будете ли вы что-либо добавлять? Да, да, да. Ну, конечно, я могу сказать, что просто уничтожить то, что создавалось десятилетиями, невозможно. Конечно, мы работали, работаем и будем работать, наша Нила будет жить, все нормально, мы просто придем в себя, немножко перегруппируемся и будем идти дальше. Я просто хочу сказать, что, конечно, белорусские журналисты могут дать уроки журналистам всего мира по выживанию, потому что то, что произошло с нами, это, конечно, просто ад. И в этом аду мы еще как-то сохраняем себя, сохраняем силы и пытаемся что-то делать. Конечно, это уже обращение к читателям, что мы все это выдержим с вашей помощью, с вашей поддержкой, которая всегда с нами была, есть и, я надеюсь, будет. Поэтому все будет хорошо, мы с этим всем справимся, и наши коллеги обязательно выйдут на свободу. Да, Настасья, спасибо. Ирина, пожалуйста. Да, я вот хотела тоже немножко о личном. Мы сейчас с коллегами очень часто обсуждаем вопросы безопасности, чистим компьютер, выбираем всякие вещи. И в одной из таких обсуждений я сказала ребятам, знаете, я вот чистила свой компьютер и поняла, что у меня на компьютере нет ничего личного. То есть даже папки личные с какими-нибудь там хосиками, цветочками и какими-нибудь там, не знаю, стихами, у меня ее просто нет. То есть и вижу, что коллеги тоже так очень поняли, о чем речь. То есть сейчас мы живем, мы работаем так, что потеря работы – это потеря себя как личности, потеря своей идентичности. То есть в отрыве от медиа, от СМИ я себя не рассматриваю на глубину уже, наверное, лет пяти точно. Вся семья в это втянута. У меня первое задержание было, меня с мужем забрали, потому что он мне помогал с дрона снимать. То есть там дочь должна была уехать, потому что ее преследовали, и я понимала, что это рычаг давления на меня тоже. То есть мы сейчас вот… Я без медиа, я вообще себя не вижу и не представляю своей жизни. И мои коллеги многие тоже. Поэтому для нас это вопрос не просто сохранить медиа, это вопрос просто вот сохранить себя, работу, свои смыслы, ценности свои и все остальное. То есть это даже не рассматривается в такой вопрос. Спасибо большое, Ирина. Уважаемые спикеры, если еще у кого-то что-то добавить, возможно, появилась мысль, что озвучить. Если нет, тогда мы будем завершать нашу пресс-конференцию. Я благодарю еще раз всех спикеров, кто смог присоединиться и поделился сегодня своим опытом. К сожалению, да, он не очень положительный, но тем не менее. Спасибо большое всем. Спасибо нашим слушателям, международным журналистам, которые задавали свои вопросы. Извините, что мы не успели озвучить все, потому что, к сожалению, время уже заканчивается. Но мы на связи, и пресс-клуб хоть уже и не существует пока как оффлайн, но мы остаемся и работаем онлайн, и все-таки не теряем надежду, что правда победит, и мы сможем скоро свободно и спокойно работать в нашей стране, в Беларуси. Еще раз большое спасибо всем, и остаемся на связи.